Информация о банковских операциях в Швейцарии больше не является тайной. Три совета о том, как хранить в Швейцарии деньги, выведенные из-под налогообложения. На наших глазах происходят наиболее важные за последние 40 лет изменения в истории налогообложения. Принятые Организации экономического сотрудничества и развития, Единые международные стандарты по обмену налоговой информацией, ЕМС-Они и процедура автоматического обмена информацией устранили основу существования классических офшорных компаний. Если вы все еще храните в Швейцарии деньги, выведенные из-под налогообложения, вам необходимо сейчас предпринять правильные шаги. Если ничего не сделать, то вероятность того, что вы можете потерять все свои средства и оказаться в тюрьме, очень велика. В этом видеоролике содержатся три совета о том, как сохранить свои денежные средства и защитить активы. Здравствуйте, я Энцо Капутто из SwissBankingLawars.com, из Цюриха, площадь Параденплац. Более 110 стран, в том числе Гонконг, Дубай, Лихтенштейн и Каймановы острова подписали соглашение об автоматическом обмене информацией о банковских вкладах клиентов-нерезидентов. В соответствии с Единым международным стандартом по обмену налоговой информацией, банки будут сообщать сведения о клиентах-нерезидентах. Какие же именно сведения подлежат передаче в соответствии с ЕМС-Они? Имя клиента банка, его адрес, гражданство, дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика, номер банковского счета, сальдо счета, наименование банка, доход от прироста капитала и поступление на банковский счет. О ком будут сообщать? Сообщать будут обо всех физических и юридических лицах. Однако в ОАИ и ЕМС-Они есть более 40 лазеек. Единый международный стандарт по обмену налоговой информацией будет внедряться постепенно, до 2018 года. В большинстве стран, подписавших соглашение, за исключением Швейцарии, технически система не будет готова до 2018 года. Автоматический обмен информацией принят на бумаге, но реализован он будет намного позже 2018 года. Ни один из банков, кроме швейцарских, не располагает компьютерными системами для обработки всех этих данных. В соответствии с процедурой международной административной помощи, страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, разработали так называемый групповой запрос. Используя групповой запрос, налоговые службы других стран могут запрашивать имена всех владельцев закрытых счетов, заключивших так называемое соглашение о хранении банковской корреспонденции. Типовой иностранный клиент швейцарского банка заключил с этим банком соглашение о хранении банковской корреспонденции, чтобы документы с информацией о счете не пересылались по адресу постоянного места жительства клиента. Мой совет. Внесите изменения в соглашение о хранении банковской корреспонденции, заключенное с вашим банком, чтобы ваша банковская документация пересылалась юристу. У меня есть еще много советов о том, как сохранить ваши деньги и выиграть время до того, как обратиться к программе добровольного раскрытия информации. Групповой запрос обязательно должен быть четко определен и основываться на конкретных фактах. Например, можно запросить данные всех владельцев счетов, которые за последнее время поменяли официальное место жительства на Швейцарию. В Дубае появилась целая группа компаний, предлагающих помощь владельцам банковских счетов, получение статуса налогового резидента в этом Эмирате примерно за 30 тысяч долларов США. Владелец банковского счета приезжает на неделю в Дубай, где специальный агент готовит все документы, необходимые для получения статуса налогового резидента в Эмирате. Для сохранения в силе вида нажительства необходимо лишь раз в году на короткий срок приезжать в Дубай. Эти документы, подтверждающие новый статус налогового резидента Дубая, на получение которых необходимо всего лишь неделя, создаются только с одной целью – для представления в швейцарский банк. В соответствии с ЕМС Они, швейцарский банк будет направлять сведения о клиенте в Дубай. Наличие у резидента банковского счета в Швейцарии не имеет никакого значения для налоговой службы Дубая, поскольку в этом Эмирате просто нет налогообложения. Я думаю, что большинство таких владельцев счетов, специально приезжающих в Дубай, чтобы получить документальное подтверждение статуса налогового резидента Эмирата, никогда не будут эффективными резидентами в Дубае. Раньше или позже налоговые администрации в Европе поймут, что статус налогового резидента Дубая сфальсифицирован. В некоторых случаях это может быть полезным, чтобы выиграть время перед подачей заявления на участие в программе добровольного раскрытия информации. Много специалистов, работающих в частном банковском секторе, знают о такой возможности получения статуса налогового резидента Дубая. На Мальте есть много юридических компаний, предлагающих клиентам получить новый статус налогового резидента всего за 15 тысяч евро. Если вы хотите получить новый статус налогового резидента только для того, чтобы обойти процедуру АОИ, вам следует учитывать, что налоговые службы вашей страны не так глупы. Получение нового статуса налогового резидента в последний момент и без веских причин может представлять серьезный риск. Получение нового статуса налогового резидента должно быть подготовлено профессионалом, а клиент должен проживать на новом месте жительства в течение значительного периода времени и собрать документальные подтверждения того, что он реально проживает в Дубае или на Мальте. В ближайшем будущем налоговые службы получат новые полномочия, поэтому я всегда рекомендую своим клиентам участвовать в программе добровольного раскрытия информации. Бесплатного сыра больше не будет. Если у вас все еще есть незадекларированные или нейтральные деньги с точки зрения налогообложения в швейцарских банках, я настоятельно рекомендую вам незамедлительно обратиться ко мне. В такой ситуации время играет чрезвычайно важную роль. Мы изучим вашу конкретную ситуацию в индивидуальном порядке. Каждый отдельный случай имеет свои особенности. Мы помогли многим клиентам из других стран привести их активы в соответствие с требованиями налогового законодательства на основе программы добровольного раскрытия информации или самодекларирования. Мой самый важный совет состоит в том, чтобы все делать правильно и законным образом. Вам будет намного комфортнее, если вы сохраните выведенные из-под налогообложения средства путем участия в программе добровольного раскрытия информации или самодекларирования, чем в случае, когда ваши деньги будут подвержены рискам, а вы опасности провести годы в заключении из-за дешевого решения, основанного на получении статуса налогового резидента в Дубае или на Мальте. Давайте вместе обсудим, как обезопасить вас от возможных рисков. Мы поддержим вас и проанализируем все возможные для вас варианты. Если у вас есть проблемы с выведенными из-под налогообложения деньгами, позвоните мне бесплатно прямо сейчас. Плюс 41 44 212 4404. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова